Я в детстве мечтала стать археологом. На полном серьезе. Когда все смотрели Зачарованных, у меня не было СТС и я залипала на передачи про археологию на канале Культура. Я с невероятным интересом смотрела на то, как люди кисточкой что-то очищают. И кто бы мог подумать, что однажды такая детская мечта сбудется. Я приземлилась в Париже. Дальше нужно было добраться до самого замка. Раз поезд, два поезд, французские поля. У меня тут еще старая камера, поэтому картинку иногда потрясывает немного. Ну ладно, не немного. В первый день сразу экскурсия по нашему замку. Нужно же знать, где ты работаешь. У замка есть малюсенькая часовня. И это не церковь. Церковь отделена от замка и она большая. А мы сейчас в часовне. Смотрите, пол здесь реконструировали волонтеры и витражи тоже. Церковь вот. Ей повезло и она хорошо сохранилась. А сам замок был разрушен в ходе бомбардировок Второй мировой войны. Ну а дальше начались рабочие волонтерские будни. Мы просыпались в половину восьмого под звон колоколов. Сначала несколько ударов, а потом затишье и несколько минутный звон. Я единственная была в восторге от этого, ну потому что я обожаю именно звон колоколов. Даже если абстрагироваться от того факта, что это связано с религией, в этом звуке ведь невероятная мощь и сила. Колокола в нашей церкви работали по древнему механизму. И вставать под звон колоколов и спускаться по скрипучей лестнице навстречу солнцу. Это же так атмосферно. После завтрака сразу за работу. Копать, снимать землю слой за слоем, фотографировать, копать, 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 копать. В какой-то момент начинаешь думать, что все это полный отстой, потому что вы только и делаете, что копаете и вывозите ведра земли. Церковь рядом, все та же церковь, убивала часы и это было очень удобно. Каждый раз не смотришь на часы, сколько времени прошло, но при этом знаешь, сколько времени еще работать. А еще невероятная каша в голове. В нашей компании была американка и француза, которые говорили по-английски. Ну и я с двумя подругами. То есть это по три языка за день. Это полная каша в голове и невероятно утомительно. Но зато так интересно. Не задумываешься вообще, на каком языке ты говоришь. Ты просто говоришь. Рядом с нами, археологами, работали каменщики, если можно так сказать. Они придавали глыбам известняка нужные формы. Вот такие, например. Один раз вместе с ними мы ходили в карьер известняка на экскурсию. Отсюда вывозили камень, из которого построено пол Парижа. Представляете? Темно и очень холодно. Нам рассказывали про породу и про способы ее добычи. Седиментация, как его название. И мы можем увидеть страты седиментации. Седиментация седиментацией. Это страты седиментация, которые нужно поддержать, когда мы сжимаем стыдку, чтобы строить здание более крепкое. Мы обедали в замке, потому что днем было жарко, а внутри прохладно. Иногда мы включали средневековую музыку, и атмосферность просто зашкаливала. Потом небольшой отдых и опять копать. К вечеру можно было наконец привести себя в порядок. В ванной у нас было окно с видом на поля. И я никогда не думала, что и такая моя маленькая мечта может осуществиться. Окно в ванной с видом на природу. Это ж офигенское. Потом перед ужином мы иногда играли в разные старинные игры. Одна, кстати, подобие наших городков. А потом, наконец-то, еда. После этого мы с девочками ходили посидеть в Wi-Fi на задний двор, ибо интернет был только соседский. Эдакие три девицы у Wi-Fi. Виктор, ну, он вообще в Виктах, но по-русски Виктор. Один из наших друзей. Уехал раньше нас с этой стажировки, поэтому накануне мы решили устроить маленькую вечеринку. Мы пошли в поля. Полнейшая тишина вокруг и невероятно приятная погода. Такое бархатное тепло и вкусный запах природы. Крест костра, душевные разговоры и шаманские танцы. Это такой момент, когда ты вообще не думаешь ни о чем. Ни как ты выглядишь со стороны, ни как ты двигаешься, не заботит, ничего. Мы бесились, как дети, получая кучу радости от происходящего. А всего это костер, музыка и хорошая компания. И знаете, все-таки в шаманских танцах что-то есть. Это был поистине лучший вечер за все это лето. Затем наступили выходные и мы поехали в Лан. Красивый город на холме. Ну и еще сад, и еще сад и еще сад. Такого д грустного пища. И вот мы ошибки, то есть такие тишины. Сады, которые наступили. Восемия, которые говорили о лимпо-тъечении. Клибо-тъемия и мирно. Холодные величественные католические соборы, которые никогда не помещаются в кадр, небольшие спокойные улочки и красивый вид с холма. Настоящая Франция. А это вот, кстати, загар археологов. В старой мануфактурной фабрике сегодня располагается музей, посвященный эпохе мировингов. Там выставлены археологические находки. Это же как раз по нашему профилю. И вот знаете, я раньше ходила по музеям, думала, ну, кости и кости, ну, черепки и черепки, ну, откопали, ну, прикольно. Сейчас же я смотрела на все это совершенно другими глазами, зная, насколько это сложный процесс, раскопки. А сколько материала нужно изучить, прежде чем приступить к ним, вообще молчу. Рядом с этим музеем по раскопкам воссоздали древнюю деревню Франка в шестых-седьмых веков, причем подошли к этому очень серьезно. В проекте участвовало довольно много ученых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Там даже есть актеры, мастера своего дела. Кто-то что-то плетет, кто-то что-то куёт, готовит. Потом мы случайно встретились с их главным, не знаю кто он там главный, главный человек, в общем. И выяснилось, что за пару дней до нашего визита, они вернулись из Москвы с фестиваля времена и эпохи. Дальше наша экскурсия продолжилась в большой песочнице больших людей, вместо настоящих раскопок. Простой человек здесь не увидит ничего. Профессионал же, каждое потернение грунта сможет проанализировать и сказать, что вот здесь, например, был дом, вот здесь хранилище зерна. На следующий день, в воскресенье, мы поехали в Суассон. Там как раз жил Виктор, и он показал нам город. Аббатство Сан-Жан-де-Винне. История жестоко обошлась с этим местом. Основанное в начале 11 века и имеющее огромное значение в Средневековье, оно было просто разрушено и распродано по кускам после революции. Из его камней были построены дома вокруг, представляете? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но вернемся к раскопкам. У нас впереди еще все-таки неделя работы. И тут, кстати, копать стало намного интереснее. Мы дошли до слоя времен Второй мировой, когда этот замок был разрушен. И стали находить там стекла, металлические предметы, обломки керамики. Появился даже некий азарт. Мы находили и кости животных. В археологии есть специалисты по костям. С первого взгляда они могут определить, чья это кость и какая. Но у нас таких людей не было. А кости на таком уровне залегания были явно животных. И, наконец, мы откопали стену, и тут началось самое интересное. Мы перенесли местонахождение всех камней на миллиметровку, отмечая все буквально по миллиметрику и соединяя. Это, как знаете, игра «перерисуй картинку в масштабе». У нас тоже есть маленькие экошки, это сделано на пикахе. Это не... Это не... Она выглядит как пикахе, это сделано на пикахе. Это прекрасная вечеринка. Теперь мы можем делать штуки. Я рад, что мы делали, что мы работали, что мы сделали, что мы сделали. Затем нас научили работать с нювелиром. И мы измеряли высоты всех важных точек нашего участка раскопанной стены и отмечали их на нашей миллиметровке. И после всего найденного понимаешь, что все время до этого ты копал не зря. Такое сильное чувство удовлетворения. Каждый день наш археолог вела дневник работы и записывала, кто что сделал. Один раз мы ходили в подземелье нашего замка и нам рассказали главную загадку этих раскопок. Под замком тоже добывали известняк для строительства самого замка. И вот тут в темноте есть лестница вверх и там дверь. Я не брала камеру, когда мы туда ходили с фонарями, а просто потом спустилась, чтобы вам снять. Поэтому вам, увы, не видно. И вот куда эта дверь ведет наверху непонятно, потому что сверху никакой двери вниз нет. И наш квадрат раскопок прямо над этой дверью. А мы раскопали стену башни. И даже с помощью многочисленных источников и кучи всяких измерений специалисты не могут решить эту загадку. И остается только ждать более глубоких раскопок. А еще в один из дней у нас был урок каллиграфии. Я вообще это место ради этого урока каллиграфии, считай, и выбрала. Потом ее отменили, но я уговорила организатора и, может быть, сделаю про это отдельное видео. Когда мы под конец смены закончились непосредственно раскопками и переносом всей информации на бумагу, можно было приступить к мытью найденного. Нужно все подписать и разложить по пакетикам, а потом все отфотографировать. Все очень серьезно, потому что часть этих находок может пойти на дальнейшие исследования. Урока каллиграфии. Последний день у нас был исторический вечер, и ребята готовили средневековую еду. Ну, вы знаете, попробовать, конечно, прикольно, но я в тот ужин осталась голодной. А это вам как бонус женские способы борьбы с насекомыми. Попробуй! 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 Надеюсь, я ничего не забыла вам рассказать спустя год после этой поездки. Так что археология, это вам не кисточкой вазочки расчищать. Ссылку на программу, через которую мы ездили, я оставлю в описании Надеюсь, вам было интересно Люблю вас! Пока!